Добрый день! Рассказываю вам поучительную историю. Звонит мне недавно один человек и представляется. Зовут меня, ну, скажем, умышленно изменю имя, чтобы... короче, изменю имя. Зовут меня Александр Евгеньевич, мне 50 лет, я из города. Называет город в России областной. И дальше он мне говорит, Олег, я знал, что вы в интернете ведете бизнес. Я присмотрелся. Кое-что для меня представляет интерес. Я решил с вами посотрудничать. Хочу вам сразу сказать, говорит он мне, что я не рядовой дистрибьютор. Я крупный сетевик с огромным опытом. Я поднял не одну сетевую компанию. Я коуч, я обучальщик, я обладаю разными призами. Учился у такой-то, называют какую-то женщину, которой он учился. какая-то нерусская. Наверное, думает, что все ее знают, и я в том числе, я не знаю такой женщины. Вот, великая какая-то гура. и я делаю вам предложение. Я говорю, интересно, какое. Вы берете меня как бы в свою организацию, но, разумеется, не рядовым, разумеется, не в самый низ. Я знаю, что такое ваша система, и поэтому я претендую на хорошее место, которое наверняка у вас, как у приличного лидера, наверное, должно быть, и не одно. И мало этого, я хочу, чтобы мне были сразу созданы условия для того, чтобы я мог занять соответствующую позицию вашей руководящей верхушки, потому что я обладаю колоссальными способностями по воздействию на людей, обучению, я изучал НЛП, ну и так далее, и начинает мне рассказывать, какой он герой Советского Союза, и что он хотел бы получить вот хорошее место, чтобы там сразу были деньги, и, разумеется, чтобы он мог уже обучать людей. Я блестящий оратор, говорит он, у меня очень тонкий юмор, я умею влиять на людей, и моя деятельность на данном посту в вашей организации принесет вам огромный успех, поэтому, значит, пожалуйста, поднапрягитесь и удовлетворите все мои запросы, тогда я с вами буду сотрудничать. Ну, довольно так это смело. Меня всегда поражают люди, которые не испытывают никаких угрызений совести, когда они занимаются саморекламой. Они совершенно спокойно, уверенно, с полной убежденностью в том, что они имеют на это право, рассказывают, какие они герои. И вот он говорит, что он хороший оратор, что он может сейчас прочитать на массу разнообразных тренингов и школ, которыми заслушивались тысячи людей в России и в Европе. Ну, конечно, интригует, интересно, думаю, кто такой, но, судя по тому, как он себя вел, я вынужден был повести себя довольно-таки жестко. И я сказал ему, дорогой Александр, к сожалению, вы меня просто ошеломили, конечно, своим предложением, вы потрясли меня своим великолепием, но я не могу принять ваше предложение по двум причинам. Во-первых, вам будет среди нас тоскливо, вы будете чувствовать себя ущербным, и ваше эго будет страдать, поскольку вы будете находиться среди обыкновенных людей. В моей группе работают самые простые люди, у нас нет навороченных сетевиков, мы никого не перекупали, не искали специально. Это обыкновенные простые люди, как и их спонсор, я в частности. Поэтому вам будет неинтересно среди нас, вы не почувствуете всего того, что вы хотели бы ощутить, потому что мы приземленные, слабые и обыкновенные люди. Не к лицу вам среди нас находиться. Это с одной стороны, я так думаю, сказал я. А во-вторых, я так бережно сохраняю свою группу, она составляет несколько тысяч человек, десятков возможно, они достались мне дорогой ценой, и я не хотел бы, чтобы мои люди разбежались. А он говорит, почему они разбегутся? Я говорю, ну, все будут чувствовать себя просто недоумками рядом с вами. и я сам буду страдать от комплексов неполноценностей находясь рядом с вами, потому что то, что вы рассказываете, это просто не укладывается в голове, как можно работать с таким человеком и не чувствовать себя ущербным. Поэтому, извини, дорогой, он говорит, вы издеваетесь надо мной. Я говорю, почему издеваюсь? Я говорю, то, что думаю. Поэтому, я отказываю вам. И третья из причин, у меня нет никаких резервных мест, и я никогда себе места не выгадывал, никого не просил. И если мне делали такие предложения, то я, бог-свидетель, всегда отказывался. Сам отказывался от подобных предложений. Поэтому я не смогу с вами сотрудничать. Знаете, как он закончил разговор в скайпе? Он сказал «Скомарох!» и поставил точку в разговоре первый. Я вынужден был тереться, но все равно я думаю, что я не потерял ничего. Более того, я даже приобрел. Я знаю, что есть такие люди, которые называются, они входят в категорию в сетевом маркетинге, их называют «Великие». Марк Ярнул, такой автор знаменитой книги «Ваш первый год в сетевом маркетинге», написал в своем каком-то произведении, что такие люди называются «Великие». Есть другие категории людей, а это «Великие». Одни из самых опасных людей для нашего бизнеса. Они будут рассказывать часами, как соловьи петь о том, насколько они «Велики», насколько они грандиозны, великолепны, красивы, умны и совершенно необыкновенные. И на их фоне все должно меркнуть, блекнуть и растворяться. Чтобы этого не происходило, надо держаться как можно дальше от людей, которые будут рассказывать вам. Я уже несколько раз на эту тему высказывался, но они попадаются на моем жизненном пути, и не могу этого обойти. И я рекомендую вам как можно быстрее избавляться от общения с великими людьми. Они, возможно, хорошие люди, и, возможно, где-то в другом месте должны они находиться, но не в сетевой индустрии. Здесь работают простые, обыкновенные, трудолюбивые, порядочные люди, которые хотят помочь другим другим. И делают они все просто и умышленно. Я бы сказал, чем профессиональнее человек, тем он умышленнее занижает свое эго, тем он умышленнее делает все просто, я бы даже сказал, примитивно, чтобы могли повторить многие, многие, многие тысячи людей. И тогда мы будем успешными. Желаю вам быть простым и честным. Всего вам доброго. До свидания.